МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делегация Западной Армении в составе президента Армена Кабрамяна, депутата Врежа Абрамяна, Басама Тахана и Леонардо Басмаджана посетила Сербский музей керамики в субботу, 25 января, где был подписан Сербский договор 10 августа. Во время этого исключительного визита у нас была возможность посетить место, где союзные и ассоциированные державы, включая армянскую и западную делегацию, находились во время подписания Сербского договора. Этот был незабываемый момент даже через 100 лет. В Армении 28 января отмечают День армии. Это один из важнейших и любимых праздников. В 1991 году решением правительства Республики Армения при Совете министров был создан Госкомитет обороны, а 5 декабря по приказу президента Республики Армении министром обороны был назначен Вазген Саркисян. 28 января 1992 года было принято историческое решение об обороне Республики Армения, тем самым оглашая факт создания армянской национальной армии, а сам день 28 января стал праздничным и нерабочим с 2001 года, согласно закону президента Республики о праздниках и памятных днях Республики Армения. Важнейшим этапом формирования армянской армии считаются 1988-1992 годы. Период совпал с активной фазой Карабахской войны. До формирования вооруженных сил Республики Армения около 80 добровольческих отрядов сопротивлялись агрессии, развязанные Азербайджаном на Арцахской стороне, а также защищали границы Армении. Этапы создания и развития армянской армии параллельны становлению и укреплению армянской государственности. Многие эксперты до сих пор считают армию самой авторитетной государственной структурой в Армении. Самым трудным, но одновременно и героическим этапом для национальной армии Республики Армения был период с июня 1992 года по май 1992, когда Республики Армения и Нагорный Карабах были не признаны, но находились в реальной войне с Азербайджаном. В последние годы армянская армия пополнилась современным оружием, ведутся масштабные пограничные инженерные работы. Армянская армия является единственным гарантом мира и безопасности для нас в этом сложном регионе. С праздником армянской армии! Здания, найденные в замке Чавестепе, построенном в 750 году до н.э. царем Ванского царства Сардуре II, показали, что были приняты специальные меры против землетрясения. Раскопки и реставрационные работы на могилах к северу от замка Чавестепе располагаются эти сооружения, построенные в самый яркий период королевства Ван. Вы можете прочитать полную статью на нашем сайте. Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджептай Пардоган обсудили в понедельник по телефону режим прекращения огня в Ливии, а также необходимость остановить насилие в Сирии. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джат Эдир на своей странице в Твиттер, передает ТАСС. Колонна турецких военных 27 января пересекла границу Сирии через контрольно-пропускной пункт КПП Кафр-Лусейн на севере провинции Идлиб и направилась на юг этого региона, сообщает телеканал Аль-Арабия, ссылаясь на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Согласно информации Аль-Арабии, в состав турецкой колонны входят 30 военных транспортных средств, включая 12 бронемашин, перевозящих материально-техническое оборудование. Напомним, сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе 16 января. Поводом послужил нарушенный террористами режим перемирия. Несмотря на договоренности, заключенные между Российской Федерацией и Турцией, боевики и террористические группировки продолжали обстрелы живых кварталов и провинций Идлиб. В данный момент сирийские военные ведут наступление сразу в двух направлениях. Таким образом, сирийская армия пытается оттеснить боевиков от западных окраин города Алеппо, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Реальные снимки армян, живущих в Сосуне, отрывок из фильма «Время возвращения 5». Фильм Нейри Хохикиана «Время возвращения» является эксклюзивной съемкой в Западной Армении и представляет армян, живущих в этом районе сегодня и сохраняющих свою национальную самобытность. Армяне, живущие в горах Сосуна, хранят могилы своих предков и помнят свое этническое происхождение. Это видео из пятой части серии фильмов, которые вы можете посмотреть по следующей ссылке. Проект «Армения-3», работающий в Армении в течение последней четверти века, стал важной вехой в 2019 году, сказал голосу Америки директор программы Жанмар Папелян. Начиная с 1994 года мы посадили 6 миллионов деревьев в Армении и Арцахе. Мы смогли создать новые рабочие места, дать новую жизнь многим общинам в Армении. Основателем проекта является Каролин Мугар, известная армянская меценатка из Бостона, которая приехала в Армению в 1992 году, чтобы засвидетельствовать, как армянские жители в блокаде были вынуждены рубить деревья, чтобы согреться. Людям нужна была надежда на будущее. Сегодня «Армения-3» является самой известной благотворительной организацией в своей области, которая обеспечивает работы десятки граждан Армении и помогает распространять экологические знания среди армянских детей. В рамках программы, инициированной правительством Армении, в 2020 году потребуется посадить только около 20 миллионов деревьев, напомнил Артур Арутюнян, координатор проекта «Армения-3» На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Масунг Кочари. «Армения-3» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!